Субтитры сделал DimaTorzok 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 наручники, протеиновые батончики, потом что-то там для кулинарии, какие-то ложки, плошки, силикон, керамика, все, что хочешь. В общем, если вот для учителя это был бы рай, потому что я бы для себя уже, вот если бы я сейчас преподавала английский, я могла бы очень много всего взять, там всякие какие-то игры маленькие, там вот за игру, например, типа как три в ряд, четыре в ряд, которые тоже можно использовать при обучении языку, по-моему стоит на один евро или два евро, всякие игры с карточками, там с числами, с буквами, просто с картинками, которые тоже можно использовать, стоят тоже один где-то максимум два евро за коробку, то есть просто супер. Я себе там, что купила тоже покажу, это как бутылка с ситечком для чая, то есть можно прям в бутылке заваривать себе чай или травку и брать куда-нибудь с собой. Меня что подкупило? Меня подкупило то, что она стеклянная, а не пластиковая, как все, то есть она прослужит долго и не будет из него всякая ерунда выделяться, потому что непонятно из кого пластика сделано. Вот я за него заплатила 6 евро и не жалею, вот мне сейчас придется ездить в университет часто, я буду с утра себе делать чай и брать его с собой в сумке. Так что пока я доеду, он мне как раз и остынет и, что хотел сказать, он мне остынет и заварится. Вот, вот сейчас я куда-нибудь зайду выйти в кофе, мое путешествие продолжается и я спускаюсь куда-то по стрелке с надписью метро. Я у женщины около метро спросила, мол, как доехать в Вильнюк-Даск, она мне рассказала, как дойти, как пройти. Вот здесь вот я смотрю, линия метро 1 мне нужна, доехать в сторону Кантон до станции Понджи Буа. Вот если что, здесь есть такие люди, одеты в жилеты, они помогают людям, испытывающим затруднения. В основном это люди, как они называются, как инвалиды, или такие люди, как я, такие инвалиды, которые не знают, как пользуются метро. Жабиб Жакас. Значит, здесь линия 2, а где линия номер 1? Черт знает. Ага, вон, написано метро, вон, линия номер 1, вон туда. Так, ладно, пожелайте мне успехов, мне еще надо купить билет, который я не знаю, мне нужно купить. Ладно, пойду, наверное, разговаривать с людьми, спрашивать, что делать, и надеюсь, я доберусь куда мне надо. Я спросила у милой молодой девушки, где мне купить билет. Она мне рассказала, что это нужно идти в электронную карту. Вот так вот выглядит билет. Я его купила сама, ни с кем не разговаривая. В одну сторону стоит евро 60. Я взяла такую карточку на 2 поездки себе. Вот, сейчас мне нужно будет, нужно будет выбрать правильную линию, правильное направление. Вот номер 1 и 4. Вот здесь вот нужно гибнуть свою карточку. Так, а что мне говорит, что не получается по жизни? Так, не получается. Что мне говорит, что не получается? И, черт знает, не получается. Буду сейчас узнавать. В общем, с билетом мы разобрались, он реально почему-то не работает. Я подошла к женщине, говорю, так и так, я только что себе купила билет, а сканер не работает. Она говорит, не может быть, пойдем проверим. Пришла со мной, сканирует его на всех этих, там, 4 или 5 этих сканеров было на ходе. Он реально говорит, что это как билет недействительный. Я говорю, ну я же вы только что купила буквально при вас. Она говорит, да, да, типа я видела. Я взяла на эту ручку и что-то написала, видимо, куда я еду. И вот, вот видимо, если мне кто-то спросит билет, это прокатит то, что она мне написала. Дальше ребята выглядят в метро. Вот, значит, в метро выглядит вот так. Вот это станция. Здесь как бы закрытого типа. Здесь нет платформ, на которые можно упасть. Здесь просто приезжает поезд, двери открываются, люди заходят-выходят и поезд едет дальше. Вот, мне вообще Филипп говорил, что поезда здесь без кондукторов, ну да, без водителей, ездят сами. Я не знаю, правда это или нет, но если это правда, будет очень круто. Значит, сейчас я жду поезд, сажусь на поезд и еду в университет. В метро реально нет водителей. Так что вот, как бы, это первый вагон, в котором я нахожусь, и мы вот движемся прямо. Нет никакой кабины машиниста, просто едешь в тоннель. В пустоту. Вообще прикольно. Вот, значит, я добралась до места под названием Вильнюф Даск. Вся поездка на метро у меня заняла где-то 10, наверное, минут, может 12. Я точно не знаю, потому что я записывала видео перед тем, как сесть в поезд. Не знаю, сколько было времени, не посмотрела. Сейчас мне нужно найти сам университет. Очень много вокруг молодых людей. Видимо, все идут как раз таки из этого университета. Вот я за ними сейчас исследую. Вот, и потом мне нужно будет найти этот факультет иностранных языков или как он там называется. Так, я всем теперь желаю добрый вечер и записываю видео уже из поезда пути обратно по раз, потому что в университете у меня реально не было времени записать и ничего показать. Возможно, завтра я покажу, что там находится в университете. Но, значит, как все прошло, я приехала в университет и там обнаружила девушку, которая разговаривает на русском по телефону. Я думаю, вот точно наш человек. И подождала, пока она закончила говорить по телефону, спрашиваю, мол, вы Марина? Потому что я вот помню имя Марина из рассылки, которую нам присылали. Она говорит, ой, да, откуда, мол, ты типа знаешь про видица. Я говорю, ну вот так и так, мол, видела. Познакомились, мы с ней парой слов перекинулись, и тут к нам подходят две девушки. Говорят, ой, а вы из России? Мы говорим, ну да. Они говорят, и вы по-русски говорите? Да, мы говорим по-русски. Они говорят, ой, а мы пишем, мол, типа диплом. Они как аспирантки, что ли, или магистры в университете. И нам нужен кто-то, кто прочитает слова. И нам нужен русский человек, который прочитает слова и прочитает текст. А мы запишем. Там они что-то с фонетикой, с французской делают. Какой-то свой проект. И я говорю, ну да, без проблем, естественно. Мне же надо везде влезть. Говорю, да, давайте я без проблем все прочитаю. Они говорят, ой, спасибо большое. В общем, мы пришли в библиотеку, и они открывают список слов, а слова оказываются на французском. Я почему-то изначально поняла, что они хотят, чтобы я прочитала им слова и текст на русском языке, но нет. Они меня попросили, им просто нужно, чтобы люди разных национальностей прочитали слова, чтобы потом посмотреть, сравнить их акценты. Ну, я им прочитала, там было сто слов и один текст на страничку А4, но текст был очень такой сложный. Потому что это про какого-то премьер, то ли префекта, то ли премьер-министра, в общем, я что-то не поняла. Там было очень много слов таких сложных и непонятных. Ну, в общем, девушки были счастливы, сказали, что им очень повезло, что они нас нашли. Очень нас поблагодарили, и они мне пообещали прислать запись того, как я читала. Вот я покажу Филиппу, чтобы он мною погордился. Вот, потом мы пошли с девушкой Мариной, выпили кофе, познакомились с человеком, с мужчиной, который работает в кафетерии. Он организует какие-то поездки, путешествия для студентов, дал нам какой-то проспектик и продал кофе по какой-то особой цене для студентов. Хоть мы как бы еще не считаем со студентами, но там есть как для посетителей и для студентов цены. Он нам продал кофе наш по стоимости как для студентов. Потом мы пошли уже в тот кабинет, где нам нужно было сдавать наш тест. По пути мы встретили Дмитрия, про которого я тоже говорила раньше, которого я тоже увидела в рассылке, с его другом-французом Артуром, который шикарно говорит по-русски, вот просто обалдеть. Свободно француз говорит на русском языке с небольшим акцентом, но я просто была в восторге. Даже сначала не совсем поняла, пока он не сказал, что я француз. Как-то не особо даже было понятно. Вот, с ними тоже было очень приятно пообщаться. Мы пришли и сели в кабинет. Пришла женщина, которая нам дала рандеву на следующий день, то есть завтра нужно будет приехать в университет уже оплатить само обучение. Мы у нее там спросили, за что платить, а что не платить. Она все объяснила. Но вообще, по-хорошему, нужно приезжать было завтра утром оплачивать, но так как мне нужно пойти завтра в префектуру по поводу прав с утра, я очень попросила, чтобы мне перенесли на день, чтобы мой рандеву был днем, и я приду два часа в итоге туда. Потом пришел мужчина, как учитель французского, раздал нам тест. Ну, стали писать тест. В тесте было один, два, пять заданий, по-моему. Первое задание – это текст с пропусками. Ну, очень легкий текст, там очевидно. Вставить нужно слова. Там не выбираешь, как мало типа получилось из А, В, С, а просто нужно подумать, вставить слова. Например, «Меня», «Маша», естественно, нужно вставить слово «зовут», да, вот в таком духе. Это было очень просто, очень легко. Следующее задание – давались несколько картинок, из которых нужно составить рассказ и описать эти картинки, связанно. Вот, там как семья приехала на пляж, они все играли, загорали, плавали. Они увидели в тот момент, как у них кто-то хочет украсть машину. И в итоге у них угнали машину, они шли домой пешком, как-то был такой рассказ. А далее, что там было далее? Третье задание было аудирование про какого-то мужчину, который внезапно потерял память. И нужно было рассказать, что он помнил, какие вещи. Дальше по датам, что с ним когда происходило, нужно было заполнить табличку. И потом сказать, кому он сказал привет и почему. Вот это я вообще что-то не поняла. Это было достаточно сложно, хотя мы слушали три раза этот текст. Но сложно было достаточно это все сделать. Следующее задание, а следующие два задания. Первый тоже был текст с пропусками, про девушку-адвоката откуда-то из Ниццы. И там тоже задание из разряда того, что вставьте слова пропущенные. Ну вот я не знаю, какой там должен быть уровень языка. Но это, я не знаю, наверное, носителем надо быть, чтобы понять. Вот там нужен очень-очень-очень высокий уровень. Как бы я в принципе текст поняла, о чем идет речь. Поняла я, о чем идет речь. Но если так подумать, вот какое слово вписать в пропуск, это... Я не знаю, я писала так по наичину, это сто процентов. Я уверена, что у меня там ничего правильного нет. Вот, следующее задание. Небольшой отрывок текста. И в нем три пропуска. И нужно вписать одно слово. В общем, одно слово подходит ко всем трем пропускам. Это тоже было очень сложно. Я тоже так не глядя написала шумаж. Это типа как безработица. Там что-то было про какой-то там кошмар. Это был кошмар для ваших дедушек и бабушек. Для ваших родителей. Когда вы только начинаете делать первые там шаги в жизнь. Что-то там ваши дети какие-то голодные ходят. Ну я не знаю. Вот у меня... Я написала, что знала этот шамаж. Ну и ладно. В общем, это были самые сложные задания. И дальше последнее задание. Нужно было написать как рассуждение. Сочинение рассуждения на тему. Как положительно отрицательные стороны социальных сетей. Это, ну не знаю, одно из самых легких заданий, наверное, для меня было. Потому что у меня, наверное, как у учителя есть уже опыт. Я структуру знаю. Как это все нужно писать. Там ответения. За, против, слова, связки. В общем, мне кажется, что я бы написала хорошо. Я потом, когда сама себя проверяла всю свою работу, я там находила ошибочки какие-то мелкие. Какие-то там сокращения, где-то там артикль не тот. Но там я написала много, наверное, даже больше, чем нужно по объему. Вот. Потом идет беседа с экзаменатором. Он у меня спросил, как пишется мое имя, фамилия по буквам. Еще он так тихо говорит, потому что мы все сидели в одной комнате. Я у него много раз переспрашивала, потому что я просто не слышала, что он там говорил. В общем, спросил, как пишется мое фамилия и имя. Какая сегодня дата. Сколько я живу во Франции. Чем я хочу заниматься. Что я хочу делать. Что я делаю для того, чтобы изучать французский. Смотрю ли я телевизор. Сколько, примерно, процентов я понимаю с того, что я слышу. Читаю ли я книги. Читаю ли я журналы. Вот в таком вот плане были вопросы. И спросил меня. Причем, как бы, трудности мои заключаются в изучении французского. Мне сложно сказать большие фразы. Там с грамматикой тоже. Типы сложные сюженцы. И вот это вот. То есть информация сложно. Он посмотрел, что у меня в этом, в моем файле, который я отправляла, написан мой уровень языка B1. Он говорит, типа, ой, ну у вас, конечно же, там не B1. У вас лучший уровень, чем это. Вот. Ну, я думаю, я себя оцениваю на B1. Посмотрим, что они скажут. В общем, результаты теста нужно ждать где-то на неделю, они сказали. Я почему-то думала, что уже завтра будет все ответственно. Но, на самом деле, у них там еще будет какой-то на следующей неделе проводиться тестирование для другой группы. И, видимо, это потом все это проверять. Так что результат они, наверное, пришли по почте уже. Вот. Еще у меня почему-то в моем этом документе в духе моем было написано, что я, мол, украинка на национальность. Ну, говорю, не то. Пишите, может, что я русская. Там эта женщина посмеялась, говорит. Ну, там есть двое других тоже русских рядом со мной сидели. Она у них тоже уточняла, мол, типа, вы точно русский? Вы не украинец? Ну, понимаешь? Вот, чтобы надо мной посмеяться, потому что я как реагировалась, по-моему, что тут не то написали. Вот, в общем, все прошло хорошо. Я сейчас еду домой. А, вот, я хотела показать бутылку, которую я купила. Вот, она выглядит вот так. Вот такая вот бутылка с силиконовой ручкой, и мы внутри заварничаем.